Всем привет! С вами Натали и на голове сегодня у меня такие странные штучки, но я их надела, потому что видео об Алиэкспресс, о покупках с Алиэкспресс и в том числе это тоже оттуда. В сегодняшнем видео я хочу вам показать посылку, которая мне пришла, я, конечно, распаковала ее, уже не дождалась, мне нужно было быстрее все открыть. Вот такая посылочка и здесь лежат вещи, которые как бы для дома. Часть из этих вещей мы с вами протестируем, посмотрим, как они работают и работают ли вообще. Поэтому, если вам интересно и вы любите видео о вещах и о покупках с Алиэкспресс, то оставайтесь со мной. Так, ну а я, пожалуй, включу свою первую вещичку, которая сейчас на мне. Да, это выглядит немножечко странно, немножечко, наверное, глупо, но я просто так это заказала. В общем, такие резиночки с волосами, которые светятся. Здесь синенькая, здесь красненькая и красненькая постоянно почему-то гаснет и держится не очень. Это все хорошо на волосах, но ладно, ладно, что купила, то купила, то вам, в общем-то, и показала. Вот такие вот заколочки. Может быть, если вы пойдете в какую-то там дискотеку, то это можно прицепить, но все-таки эта вещь очень странная. И ладно. Кстати, я не сказала, в описании видео будут все ссылки на все вещи. Это видео не спонсировано, но ссылки я оставляю. И если вам что-то понравится, вы захотите купить, то, как говорится, welcome. Итак, следующая вещь, которая была в моей посылочке. Я достаю, значит, вещицу. А именно, это лягушка мятного цвета. В общем, это вот такая вот лягушечка, которая с присосочками на лапках. И, как вы уже догадываетесь, это вещь для ванной комнаты. Вы просто ее приделываете к стенке и можете сюда класть зубные щетки, там, я не знаю, бритву. Возможно, даже расчесочку какую-то сюда можно положить. Так что я приделаю это в ванной, около душа, прям рядышком-рядышком. Мне кажется, что когда все под рукой, это очень удобно и вообще позитивная лягушечка. Мне кажется, это очень мило. Следующая вещь тоже для ванной комнаты, так как я решила сделать такой алиэкспресс-холл, который принесет все-таки какую-то пользу. Не просто безделушки, как вот то, что у меня сейчас на голове, но польза какая-то быть должна. Это тоже вещь для ванной комнаты. А именно это держатель для бритвы, для бритвенного станка. Тоже он на липучке, приделываете к стеночке. И бритвенным станком как бы вот сюда вот ее кладете, и он у вас висит. Это очень удобно делать именно на плитке, либо на зеркале она у вас будет висеть. Мне кажется, что бритва как раз так стекает. Там вся влага ненужная, вода. И вещица, в общем-то, совершенно компактная, маленькая, удобная. Так что присмотритесь, присмотритесь к ней. Вот, я купила, в принципе, я довольна. Итак, следующая вещь. Это тоже вещь для дома. Выглядит она данным образом. Можно подумать, что это за кружочек такой. Что это за бантик? Зачем он вообще нужен? На самом деле, это крышечка для, скажем так, стаканчиков и кружек, когда вы пьете что-то теплое или горячее. И вы, как и я, просто компьютерный, так скажем, задрот, если это можно так сказать. Ну, потому что я постоянно редактирую видео. Я в интернете сижу, там блог пишу, еще что-то делаю просто на ютюбе за ноутбуком. И чай очень быстро рядом остывает. А вот эта крышечка, она силиконовая. Она, знаете, обладает такой очень интересной фишкой. В общем, вы накрываете. Это не просто у вас накрыта чашка и все. А она как бы немножко присасывается. И не позволяет воздуху особо туда проникать. То есть, у вас напиток дольше сохраняется теплым или горячим. Очень милая вещица, как и с виду. С виду. Ну, вот не поспоришь, да? Бантик фиолетовый, она такая вся классная. И тем более, еще и при новой степоле ваш напиток остается теплым. Я считаю, что это очень полезная вещь для дома. Однозначно я плюсую просто вот эту покупку. Это шикарно. Следующая вещица немного неоднозначная. Кому-то она может, конечно, не пригодиться. В общем, это вот для формирования, по-моему, суши. Такая коробочка. Сюда вы должны складывать рис. Вот она такая с щелочками. Здесь сюда вы складываете рис. И вот, как это объяснить? Вот этой вот крышечкой сверху придавливаете. И рис у вас формируется в отдельной прямоугольничке. Потом вы эти прямоугольнички, я так поняла, вытряхиваете. И уже, если вы хотите, как-то это называется, нигири, что ли, да? Сверху вы уже там кладете, что вам хочется. Обворачиваете листиком, прочее, прочее. А следующая вещица, нашумевшая, наверное, среди блогеров. Среди видеоблогеров, в смысле. А именно, вот это. Вот как вот вы думаете, что это такое? Вот так я показываю. Вот непонятно, да? Нет, ну, бьюти, люди, кто там варит со всем этим, я думаю, сразу поняли. В общем, это щеточка для мытья и прочистки кисточек для макияжа. Она называется Brush Egg, то есть яичко для кисточек. Здесь мы видим нарезку горизонтальную и маленькие точечки. В общем, вы берете кисточку, мочите там, да, в чем вы промываете. И вот об эту штучку так водите, водите, водите. И она у вас моется сильнее, чем просто вручную бы вы ее мыли. Так, ну, осталось у меня здесь немножко. В общем-то, к посылке была вот такая вот маленькая штучка. Это, как вы видите, улиточка. Знаете, она для чего? Вы завариваете когда чай с пакетиком. Вы вешаете ту литочку на краешек чашечки. И на ее спинку, на ее ракушечку наматываете саму ниточку, чтобы она у вас не утонула в чае. Очень нужная вещь. Что еще сказать, да? Так, осталось у меня немного. А именно осталось у меня, так скажем, утехи. Утехи. Кошачьи утехи. А именно это такой таракан. Ну, тараканище. Он непростой. Он заводной, у него на пузике есть кнопочка. В руке он у меня просто вибрирует. Смотрите. Но вы его запускаете. Понятно, делал на пол. Ваши кошарочки любимые. И кошарочек в шоке. Потому что он вибрирует, ездит в разные стороны. Ну, не столько ездит, сколько он наматывает какие-то вот круги, круги, кренделя, восьмерочки. В общем, он любит круговые движения от своей вибрации. Но поверьте, издалека он выглядит, как реальный таракан. Мама, когда его увидела, она сказала, что это фу. Ну, в общем, противная фигня. Ну, а кошка, кстати, вот жалко, не реагирует она особо на нее. Она так посмотрела. Потом на меня так посмотрела. Она, мол, ты бы хоть думала головой-то. Я же не настолько глупая, чтобы играть с этим. В общем, тараканчик. Тараканчик, если хотите, берите свои кошечки тоже тараканчика. Ну, и последняя вещь. Знаете, я люблю показывать, походу, вот так вот. Как вы думаете, что это? Вот пока я не сказала. Пишите в комментариях, что вы думали, что это такое. Я бы вот подумала, что это часть от чего-то вот отвалилась, от какой-то пластиковой игрушки, да? Нет. Знаете что? Это вскрыватель апельсинов. Берете апельсин, так вот как-то вставляете. И то ли вынимаете из него сердцевину, то ли для того, чтобы из него выжать сок. Честно говоря, не помню. Посмотрите по ссылке, что это такое. Но это какой-то апельсиновый потрошитель. Не знаю, выглядит как какая-то пробка. Вот, собственно, все. Это была моя посылка, такая небольшая. Так, ладно, я выключу, а то батарейки сядут. Пожалуй, я сниму. Скажу вам по секрету, что у меня еще несколько посылок лежит. То, что я вам покажу, обязательно продемонстрирую, о чем вам хочу рассказать. Поэтому, если вам понравилось это видео, то ставь большой палец вверх. И если вы хотите больше видео различных тестов, покупок с Алиэкспресс, то тоже ставь большой палец вверх. Я посмотрю, сколько их наберется. И буду снимать их чаще, наверное. Вот, ну и на этом, собственно, все. Я с вами буду прощаться. Всем хорошего настроения. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. 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 Пока-пока.